Всем привет! С вами, как всегда, Дезертир, и это, как всегда, Assassin's Creed. Ну что, готовы к новым приключениям, мои друзья? Я думаю, готовы. Поехали потихоньку. Насколько вы помните, мы закончили на последнем задании, а именно... Веселом путешествии по болотам с крокодилами. Оливье хотел поговорить о видеоролике, который можно сделать из твоего материала. Не спеши, я подожду у листа. Так, мы заработали три новые сатуэтки. Так, вот, кстати, насчет карты. Интересно. Пока у нас вроде бы ничего нового, но здесь я видел записку. Вопрос на каком она этаже. Надо будет посмотреть. Астерго высочайший уровень доступа в 17 странах. И есть право арестовывать и задерживать людей. А вот тут нифига не честно. Ну, он уже ждет. Ну, давай, 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 пошли, раз ждет. Все, едем. Руководство. Я тут отсмотрела новый материал, бесподобно. Черная борода псих. Он нам так понравился, что мы решили сделать о нем отдельное видео. Например, начнем с того, как он сидит, пьет и травит байки. Эм. Ой. Я ж испугался, думал, все за фигня. Потом, сцена, как он носится по своей лодке. Да хватит прыгать. В общем, скачет по палубе, висит на канатах и сражается. Конечно, придется немного отредактировать материал, но все равно. Будет здорово. Прямо мурашки по коже от одной мысли. Извини. Где я тебя извиняю? Бонжор, Сова, не опоздали? Нет. Вы можете... Привет, Мелани. Видел, как вы вошли. Зайди ко мне одна на минутку. Летиция на связи, обсуждаем проект Кенуэ. А, да, конечно. Извини нас, я тебя позову. То есть у меня, чисто в теории, есть время здесь посидеть и подкопаться. Привет. Привет. Да-да-да. Есть минутка? Конечно же есть. Я отметил точку на карте. Иди туда. Оба-на. Подключить все камеры к центральной системе наблюдения, но большинство из них надо настроить. Верни направо у кабинета Оливье. Секретарша, скажи, что идешь в туалет. Секретарша? Секретарша? Ау. Ну, не хочешь, как хочешь. В прошлый раз она меня даже не спросила. Ты в этот, собственно, раз тоже ничего не спросила. Может, действительно в туалет пойти из-за обидного указания. Ну, мне почему-то кажется, что у меня... Да, у меня есть доступ, здорово. Нет? Ново заперто. Не проблема. Вуаля. У тебя второй уровень доступа. Как круто. Для начала очень недурно. Найди пункт управления камерами. Обновлю коммуникатор. Ох ты, Дезмонд. Старый друг. Давно я тебя не видел. Ладно. Можем подключиться. Интересная мера предосторожности. Похоже, тебе придется подобрать комбинацию цифр, чтобы подключиться. Все просто, да? Выбираешь селектор и меняешь номер. Как подберешь верную комбинацию, получишь доступ. Хм. Ну, ближе вот это будет... Не совсем. Уже лучше. Примерно. Хм. Что-то не то. Хотя вот это ближе. 75% совпадение. 105% совпадение, но немножко... А, целевое число 70. А, так это не проценты были. Так, 50. Вот. Ну, примерно понял, да? Надо просто... О, проверка микрофона даже. Есть. Если нам нужна информация об ассасинах, тамплиерах, обсерватории или другой хрени, ты, Оливье, нам ее предоставишь. И точка. Угу. Я понимаю, Летиция, я неверно выразился. Мы не хотим никому мешать, но у нас на данный момент совершенно нет ресурсов для двойного исследования. Летиция, твоя задача найти ресурсы. Эти игры всего лишь способ оплатить проект, который намного важнее. Так устроен мир. Больницы строят на грязные деньги. Все ясно. Да, Летиция, мы понимаем. Этим занимается наш лучший сотрудник. Но нужно время. Это про тебя. Хорошо. Спасибо. Вам обоим. С нетерпением жду результатов. Увидимся на встрече акционеров, Оливье. Обязательно. Удачи. Табарнак! Для этого еще слишком рано. Пойдем. Воу-воу-воу. Что дальше? Делаем, как она сказала. Ищем обсерваторию. А вот хреново. Все время буду кататься специально просто так. Ассасины, тамплиеры, дурдом. Я тут заинтересовался встрече акционеров. Может, проникнешь в кабинет Оливье и найдешь его расписание? Что? Не нравится идея? Давай я на тебя настучу, хакер. Ты у меня в руках. Это я к чему? Не хочу ломать тебе жизнь. Делай, что говорят. Так. Давай-ка теперь к окну. Я так и понял еще в прошлый раз, что эта хрень пригодится. Можешь заявиться в кабинет Оливье через дверь. Но есть другой путь. Наверх. Знаешь, что Абстерго управляли тамплиеры? Да-да. Похоже на бред. Но ведь и полет на Луну был сфабрикован, так? Выходит, все возможно. Ну да, логично. Хоть в ассасинах признались. Либо входишь в кабинет, либо прыгаешь вниз. Третьего не дано. А можно я вверх туда прыгну, нет? Нельзя. Вообще они меня позвать должны были. А, браво, дружок. Найди компьютер. Шевелись. Мы ищем расписание встречи акционеров. Оно стоит больших денег. Так. Но мы еще помимо нашли записку. В тень цифровой рубеж. Сингулярный парадокс. Пространство, где обитает она. Сотканная из света и потоков тьмы. Вот что мы называем тенью. Потому как мы орудие ее воли. Орудие первой воли. Изначальной воли. Мы покоряемся и даруем нашу веру миру. Интересно. Секретарши сныкались. Ладно, сломаем компьютер. Надеюсь, у нас это получится. Не полюбилась мне эта задачка. Оу, здесь еще и барьеры есть. Оу. Это совсем нифига не круто. Так. То есть, короче говоря, тут надо это делать... Определенно... А, он еще и переносит. Блин. Я не заметил этого. Печаль. Нет. Лучше вниз. Так у меня будет больше времени на подготовку. И... Да. Да. Черт, 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 черт. Вот отлично. Черт. Так. Вот сейчас не спешить. Не спешить. Фух. Еее. Я это сделал. Так, доступ разрешен. Отлично. Обход протоколов. И посмотрим. Соединение установлено. Да. Все супер. Все отлично. Все хорошо. Кому? Мелани Лемей. Кама. Нерон. Клей... Ну, короче, всем им. Окей. От Оливье Гарно. Ага, то есть от него лично. Ну, окей. Дата 6 ноября 2013 года 9.46. Тема. Предложение по локации. Привет. Как известно, большинству из вас я отправлюсь на встречу акционеров, которые будут происходить с 15 по 17 ноября. Этим людям будет интересно узнать о наших находках по линии Кенуэ. Те немногие данные, которые мы уже собрали, просто невероятны. И мы ждем еще более потрясающих находок в будущем. События и люди, которых мы уже увидели. Позволяют проверить. Позволяют поверить, что полное исследование раскроет нам глаза на пиратство и позволит узнать много нового. Придется немало поработать, чтобы выцарапать данные из засекреченных материалов. Но у нас уже есть немного многообещающие записи. Кроме того, Абстерга Интертеймент скоро анонсирует сокрытый бета-тест нового приложения с облачным интерфейсом. Уже придумываем стильное название. Виртуальный опыт пирата Эдварда Кенуэа. Станет первым продуктом такого рода. Полностью интерактивное погружение в жизнь пирата. Основанное на реальных исторических данных. Внутренние тесты нового приложения прошли успешно. И мы надеемся, что к следующему сезону отпусков все будет готово, если планы не сорвутся. Это приводит к новому глобальному вопросу. Что еще мы можем предложить? Какие еще исторические периоды и места исследовать? Судя по нынешней скорости извлечения данных нашей производительности и пониманию потребительского рынка, руководство Абстерга Индестрии поставило мне цель выпускать по одному крупному виртуальному опыту в год, не считая более мелких предложений, насколько позволяют наши исследования, включая книги, записи, фильмы и другие предложения. Второй вопрос, вытекающий из предыдущего. Может образец 17 предоставить достаточно данных для текущего темпа, работы или следует запросить в Абстерга Индестрии дополнительные архивные данные? Напоминаю, что данные образца 1 позволили нам создать продукт Liberation. Весьма вероятно, что образец 2.16 тоже принесут липопытные плоды. Ваши соображения? Оливье Гарно, креативный директор Абстерга Интертеймент. Кому? Ну и опять отсылка всем. Да, то есть предложение по локации. Всем привет. Сейчас за вводную Оливье, кратко суммирую, что у нас есть сейчас. Точнее, спасибо за вводную. Я уже год являюсь руководителем проекта образец 17 и мы с командой собрали примерный список самых интересных периодов, доступных нам благодаря его генам. Напомню, что эти данные уже полностью или частично записаны в Абстерга Индестрии. Постараюсь кратко. Со стороны отца. 15 век итальянский ренессанс. 16-й Атаманская империя. 18-й Американские колонии. И война за независимость. 19-й Новая Англия. Американский Средний Запад. Со стороны матери. 12-й Святая Земля. Крестовые походы. 13-й Египет и Северная Африка. 14-й Синуат. Асикаго в Японии. 18-й Великая Французская революция. 19-й Наполеонские войны. Тайвань. 20-е Лето любви Тихоокеанской побережья Америки. Разумеется, это лишь часть возможных вариантов. У одного человека всего в 15 поколениях уже можно насчитать больше 30 тысяч предков. Так что в образце 17 может таиться еще больше сюрпризов. Однако, несмотря на богатое наследие образца 17, мы не должны ограничиваться только им. Если есть хорошие зацепки в других областях, например, довольно много членов моей семьи с обеих сторон сражались в обеих мировых войнах. И у меня есть прадед, который участвовал в гражданской войне США. Даже несколько раз встречал президента Линкольна. Идти по этому пути дороже и дольше, так как данные еще не записаны. Но в дальнейшем это может себя окупить. Словом, если у кого-то есть точное подтверждение связи с интересными историческими событиями, периодами или городами, или вы знаете тех, у кого они есть, поделитесь. Я также посмотрю последние три десятилетия собранных и записанных образцов Абстерка Индустриэс. Я недавно узнала, что один из их образцов номер два, настолько помню, участвовал в суде. Над Жанной Д'Арк. Так что здесь есть отличная зацепка. Мел. Мелани Лемей, координатор проекта образца 17. Ну и здесь указаны фото. Точнее не фото, а скорее картины. Из прошлого. Типа. Опять кому? От Эдварда Дин. Точнее у Эвана Дин. Передложение по локации. Опять пересылка. То есть, соответственно, хорошие варианты. Мел. Но хочу предупредить. Образец 2 получен от самого покойного доктора Уоррна Видика. Собран в начале 80-го года, когда он был молодым инженером и работал на Абстерке Индустриэс. И хотя погружение в жизнь Жанной Д'Арк звучит заманчиво, я не уверен, что в Абстерке Индустриэс с радостью позволят нам шарить ДНК доктора Видика. Фекотливая тема. От себя и я потом и Франсуа Ксавье Гарно, известного квебекского историка и поэта. Правда, здорово, сойдет как зацепка. А еще момент, давайте не будем копаться в современности, то есть в 20 веке, если только не найдем что-то исключительное, потому что, хотя Вторая мировая может быть интересна, лучше избежать всего, связанного с транспортом, машинами, мотоциклами, вертолетами, танками и тому подобное. Почему, спросите вы, а потому что наши исследования показывают память наруша... память нарушается во всем... псев... окей, память нарушается во время псевдотранса, в который входит большинство людей, находясь за рулем долгое время, и это сильно сложится... сильно отложение получения... окей, записываю специально без каких-либо этих, поэтому, чтобы было все как есть. И это сильно осложняет получение данных. Резюмируя, не хотелось бы мучиться с дополнительными кодами для анимуса, чтобы выставить воспоминания о том, какие люди ездят на машине и есть куда более эффективные способы испытания подобные в жизни. Ну да, там полно таких способов. Ладно. Опять Эван Дин, Оливия. Квбек прекрасен, бесспорно, но без пиратов. Нинди или зомби, мы вряд ли продадим историю о нем. Еще не за... Еще на заметку. Образцы 4 и 16 могут быть недоступны. В прошлом месяце я проводил исследование и наткнулся на интересных персонажей, скрытых генах этих образцов. Но как только начал копать глубже, сверху, совсем сверху, мне влили перекратить. Совсем, совсем сверху. Да. Очень странно, но неудивительно. У этих образцов хватает военных контрактов. Точнее, Абстерго... Нет. У этих... У АЭ. Хватает военных контрактов. Думаю, причины в этом. Я не стал настаивать. Если вдруг кому-то интересно, мой прадед был другом Хемингуэя, Штейна, Сати и Пикассо, когда жил в Париже в 1920-х годах. Экшена тут немного, но интересно с исторической точки зрения. Так просто поделиться. Кризис договоренности насчет ланча в силе. Да, хоть я и обожаю потерянное поколение, думаю, лучше, если наши первые виртуальные приключения будут подинамичнее. Так что можно для начала обратиться к воинам, крупным сражениям, вообще любым серьезным противостояниям. А насчет пиратов, ниндзя и зомби первые два не вопрос. Но вот зомби у нас несколько, как бы сказать, неисторичны. Хотя жаль, конечно. Моя прабобушка, например, много лет проработала с Имоном де Валерой. Де Валерой. Окей. Майклом Коллинзом во время Ирландской войны за независимость. А извлечь этот сегмент моей генетической памяти для наших нужд будет не так уж сложно. Оливье вообще-то фактический материал про зомби есть, по зомбированию, по крайней мере. Почитай, что Хернстон писал о Гаите и о местной практике Вуду. Это не голливудские зомби, не дрожь пробивает. Все равно. Возможно, даже Эдвард Кенуэй или кто-то из его коллег пресекались с этим, как считаешь. Может отправить кого-нибудь поискать подтверждение? Офтоп. Я тут нашел новое местечко с вегетарианской кухней. Я захочу, инфу все уже распечатано. Вот это, кстати, печально, то, что вот, возможно, Эдвард Кенуэй, то есть персонаж, за которого мы сейчас играем, как бы, да, пересекались с зомби. О боже. То есть мы еще и с зомби будем пересекаться? Это совсем печально. Ладно. Прошу прощения за серьезный тон, но может использовать эти технологии, чтобы обучать, а не развлекать? Теоретически мы можем исследовать всю историю человека, все достижения, все триумфы. Грустно слышать, что нужно сосредоточиться на войнах, конфликтах и насилии. Но то, чтобы, не то, чтобы я против насилия, так, как такового, просто насилие, как таковое, не особенно интересно. Вот и все. У жизни столько оттенков, и мне кажется, мы могли бы поизучать их. Что, если найти воспоминания какого-то, кто работал с Альбертом Эйнштейном в бюро патентов, или с Чарльзом Дарвином на Бигле, или с Марией Кюри во Франции, заняться моментами, когда человечество лучше всего проявляло свой потенциал? Все просто, пока мрачные сальноволосые университетские профессора не начнут платить нам восьмизначные суммы за исследование практического употребления нормативных показателей родов в преклонной Индии, предлагается брать только за то, на что есть спрос. Джек-Потрошитель в викторианском Лондоне, французская революция, гильотины, Роберт Спирьер, Наполеон Бонапарт, Билли Китт, Уайет Эрб на американском Диком Западе, и Чингисхан, и Монголы. В том наилетний день вырезают миллионный город. Динамика, кровь, приключения, борьба, точнее, динамика. Потому что мы не отобьем даже одной десятой вложенных денег, если будем проживать воспоминания парня, который сидел рядом с Эйнштейном, пока тот, грызя ногти, полировал свою теорию относительности. Какого хрена? Это бизнес, а не групповая психотерапия. Эван, давай-ка дальше не в переписке. Ну и правильно, а то я уже читать устал, да и вам, наверное, служить надоело. Ну ты даешь. Пиратство у тебя в крови, да? Теперь спускайся в холл. Курьер тебя уже ждет. Ха-ха, да-да, я так все и планировал. Так, старый, секретарша, минутку, кое-что сделаю. Такая наивная. Теперь бегом в холл, пока я отсюда не взорвал чертем твой наушник. Нет, сначала я взломаю ее компьютер, пока у меня есть такая возможность. И да, вас это, скорее всего, позлит, потому что вы уже хотите истории о самом пиратстве и все такое, но я буду заниматься всем тем, чем можно заниматься. Пока этим можно заниматься... Ай, блин, ну вот тут сложнее стало. Ой. Тут надо прям рассчитывать, я бы сказал. Черт. Блин. Вот как-то надо. Черт. В общем, надо постараться прыгнуть туда ровно в тот момент, когда не вот так будет. Потому что я все время прыгаю на пустоту. Вот так. Все, отлично. Черт. Почему, блин, не с середины начинаю тут? Не, ну я понимаю, что, конечно, взлом, скорее всего, приходится начинать сначала и так далее, но... Хотя нет, какой взлом сначала приходится сначала? В реальной жизни все не так. Черт. Так, передохнем немножко. Настроимся... На позитив. И... Ну, поняли. Будем стараться проходить... Нормально. Далее. Хей! Хе-хей! Это сделал. Ура! Не, реально, вы не представляете, какой кайф, когда ты что-то долго делаешь, и у тебя не получается, и вдруг получается. Хотя, ладно, вы представляете. Ассасин Крид Блэк Флаг, Оливье Болден. Окей, глава третья. Мы встретились в старой дубинке. Окей, таверни примерно на полпути между Хизартоном и Бристолем. Я частенько захаживал туда иногда по несколько раз в день. Такое случалось, когда мои родители подолгу не могли отлучиться в город, занятые стрижкой овец, и мне приходилось ходить туда вместо них. Признаюсь, вначале я почти не обратил на нее внимания. Ума не приложу, как такое могло выйти в те времена. Я очень гордился как раз тем, что знал буквально всех хорошеньких женщин в округе. К тому же в такой дыре, как дубинка, и как-то не ждешь увидеть хорошенькую женщину. Женщину? Да, женщину. Известно. Известного склада, да. Но эта девушка явно к таким не относилась. Юная, примерно моих лет одетая в льняной чипец и блузу. Она скорее напоминала служанку. Однако, мое внимание привлекло не столько ее платье, сколько голос. Девушка говорила очень громко. И это сильно не вязалось с ее обликом. За одним столом с ней сидели трое мужчин, все намного ее старше. Их я узнал сразу. Это были Том Кобли, его брат Сет, а третьего звали Джулиан. Его фамилию я никогда не слышал, он работал вместе с Кобли. С этой троицей мы едва ладили и всегда были готовы обменяться, если не ударами, то... Кулкостями. Им казалось, что я врачу от них нос, и они отвечали мне тем же. В общем, приязни у нас друг к другу не было. Ни на грош. Когда я их увидел, они сидели на скамье, подавшись вперед и ухмылялись. И пожирали девушку жадными глазами, выдававшими их дурные намерения. При этом все трое вели себя, как ни в чем не бывало. Шикарно улыбаясь, болтали... Точнее, широко улыбаясь, болтали безумолку, не забывая подбадривать девушку, которая тем временем осушила целый кувшин Эля. Нет, она вовсе не походила на тех женщин, которые часто можно было встретить в этой таверне, но, судя по всему, очень хотела подражать им. Опустошенный кувшин был чуть ли не с ее размером. Вытерев рот рукой, она брякнула его об стол. Мужчины, которые сидели рядом, чуть разразились одобрительным возгласами, призывая ее расправиться с еще одним. Девушка уже немного покачивалась, сидя на скамье, и это явно их радовало. Похоже, троица никак не могла поверить в свою удачу. Еще бы, вот так легко задурить голову очаровательной девчонке. Я продолжал наблюдать за этими негодяями, они дали девушке выпить еще Эля, и также радостно встретили новый пустой кувшин. Как и прежде, она вытерла рот рукой, правда, на скамье сидела теперь еще менее уверенно. Ее соседи это тоже заметили и переглянулись в взглядах, читалась победная. Ну все, дело сделано. Том и Джулиан встали, и если верить их словам, они хотели проводить ее до двери. Мол, ты слишком много выпила, милая, мы проводим тебя домой, да? В кровать с ухмылкой пробормотал Сет. Он думал, что произнес эти слова едва слышно, но на выходе, хотя на самом деле его слышали все, кто был в таверне. Отведем тебя прямо в кровать. Я бросил быстрый взгляд на бармена, который в ответ лишь опустил глаза и начал сморкаться в передник. Посетитель, сидевший с другой стороны стойки, тоже отвернулся, стоило мне перевести взгляд на него. Вот уж выродки. С тем же успехом можно и кошку о помощи попросить. Со вздохом подумал я, затем с грохотом поставил кружку на стол, встал и вышел на улицу следом за Кобли. После полу тьмы, царивший в таверне, яркий солнечный свет резанул глаза, и я вольно зажмурился. Точнее, я невольно зажмурился. Неподалеку ужарилась на солнце моя повозка. Рядом стояла еще одна, судя по всему, принадлежавшая Кобли. По ту сторону дороги находился загон для скота, а вдалеком за ним, вдалеке виднелся дом. Правда, самого фермера нигде поблизости я не заметил. Ну, пустынный... На пустынной дороге были только мы, я, брат Кобли, Джулиан, ну и, конечно, девушка. Эй, Том Кобли, произнес я. Чего ты только нынче не увидишь? Скажем, как ты напиваешься с дружками, да еще заодно спаиваешь беззащитную девушку. Услушав эти слова, Кобли резко опустил девчонку, та едва не упала и повернулся ко мне, заранее подняв руку с выставленным вперед пальцем. Не лезь не в свое дело, Эдвард Кенуэй. Малолетний ты, бездельник. Ты так же пьян, как и я, и, как и я, далеко не праведник. С какой стати мне слушать поучения таких, как ты? Все-таки Джулиан тоже повернулись ко мне, взгляд девушки совершенно остекленел. Похоже, ее рассудок отправился на боковую, хотя тело все еще бодрствовало. Что ж, Том Кобли, улыбнулся я в ответ. Я, может и правда, недалеко не праведник, но мне вовсе нет нужды заливать в девчонку несколько кувшин и феля для того, чтобы затащить ее в постель. И уж точно мне не требуется для этого помощи сразу двоих дружков. Том Кобли побагровел. Послушай, ты, праныливый сукин сын, я вообще-то собирался просто погрузить ее на повозку и отвезти домой. Ого, я и не сомневаюсь в том, что ты собирался именно так и поступить. Меня больше интересует то, что ты собирался сделать с ней после этого, после того, как положишь на повозку и прежде, чем довезешь ее до дома. Виш интересует его. Если не перестанешь лезть в чужие дела, то, пожалуй, у тебя скоро будет интересовать только сломанные носы ребра, твои же. Я украткой бросил взгляд на пыльную дорогу, обрамленную зеленью и золотом деревьев, которые купались в лучах яркого солнца. И увидел вдалеке одинокую фигуру всадника, пока еще мерцающую и нечеткую. Тогда я шагнул вперед. Если вначале в моем обращении к ним еще можно было углядеть нотки юмора и теплоты, то теперь они сами собой исчезли. Когда я снова заговорил, мой голос приобрел твердость стали. Сейчас же отпусти девчонку. Том Кобли, или я за себя не ручаюсь. Все трое переглянулись. В каком-то смысле они делали то, что я потребовал. Выпустили девушку из рук. Она, похоже, с облегчением соскользнула вниз и замерла в сидячем положении. Опираясь рукой в землю и глядя на нас славившими глазами. Судя по всему, она совершенно не понимала того, что сейчас говорили о ней. Тем временем я рассматривал Кобли и оценивал свои шансы. Приходилось ли мне когда-нибудь драться сразу с тремя? Вообще-то нет. Да, и дракой такое называть сложно. При подобном раскладе тебя попросту беспорядочно избивают. Но тут я сказал себе, эй, Эдвард Кенуэй, не вешай-ка нос. Да, их трое. Ты один. Но один из этих троицы Том Кобли. Человек в годах в отцы тебе годится. Второй сет Кобли. Сын Тома. Если вы можете представить себе подонка, который вместе с отцом подпаивает девчонку, то наверняка поймете, что представляет собой сет. Прогнившая душонка способная действовать только из-под тяжка. Такой испугается любой драки и сразу же убежит, обмочив штаны. Ко всему прочему, оба Кобли были в изрядном подпитии. Правда, я и сам успел изрядно выпить, к тому же с ним был Джулио. На нем я мало что знал, но судя по виду, он вполне еще мог держаться на ногах. Но у меня уже созрел новый план. Я помнил о всаднике, которого видел в драке. Сумея продержаться, отбившись от Кобли, пока всадник не окажется рядом, у меня будет неплохой шанс победить. Ведь если это будет человек добропорядочный, то он наверняка остановится и придет мне на помощь. Что ж, Том Кобли, сказал я, сила на твоей стороне. Это любому ясно, но я вряд ли смогу смотреть в глаза своей матери, если позволить тебе и твоим дружкам увезти эту девушку. Я снова бросил взгляд на дорогу и увидел, что всадник еще немного приблизился. Давай же, подумал я, подрапливайся. Поэтому, продолжу я вслух, даже если вы в конце концов не оставите на меня живого места и бросите на обочине подыхать в луже крови, а девчонку только увезете с собой, я все равно сделаю все, что смогу, чтобы вам помешать. И поверьте уж, парочку фонарей я точно наставлю, а кому-то и причиндала отобью. Том Кобли сплюнул и, прищурив борщинистые веки, уставился на меня. Так что же ты, Эдвард Кенуэй, так и будешь стоять весь день и рассоливать? Или все-таки приступишь к тому, что... что ты обещал? Время-то никого не ждет, он зловичий оскалился. Меня ждут дела, видишь ли? Ах да, ты прав. И чем дольше мы тут стоим, тем меньше времени остается до того момента, как эта бедная девчушка потрезвеет, так ведь? Знаешь ли, Кенуэй, мне надоела твоя пустая болтовня. Он повернулся к Джулиану. Ну что, проучим этого малолетнего поганца. Ах да, и еще кое-что я скажу, мастер Кенуэй. Пока мы еще не начали, ты и в подметки не годишься своей матери, ясно? Не буду скрывать, это меня чертовски задело. Подумать только о том Кобли, в котором добродетели было не больше, чем у похотливого кобеля, а ума вдвое меньше, сумел задеть меня в душу. Залезть мне в душу. Моя вина была подобной открытой ране. А он засунул в нее грязные пальцы, тем самым сделав еще больнее. Но в то же время это придало мне еще больше решительности. Джулиан выпил грудь... Джулиан выпитил грудь. С глухим рыком начали приближаться. В двух шагах от меня он поднял кулаки, отклонился правой частью тела назад и зажмурился. Уж не знаю, с кем Джулиан раньше доводил сбиться возле кабаков, но это точно были люди, дравшиеся намного реже меня. Я уже давно понял, что он правша, а теперь он и вовсе выдал свои набережные с головой. Я легко увернулся от удара, лишь облачко пыли взвилось у меня из-под ног и резко выбросил вверх правый кулак, угодив Джулиану точно под челюсть. Мой противник громко вскрикнул от боли. Делись мы один на один, победа была бы уже за мной, но ему на помощь пришли... вовремя пришел Том Кобли. Я успел заметить его лишь краем глаза и времени увернуться уже не было, вошел мне еще удар, пришел мне прямо в висок. Покачнувшись, я повернулся лицом к новому противнику. При этом мои кулаки начали молоть воздух намного чаще, чем мне бы этого хотелось. И я надеялся, что смогу случайно кому-нибудь зацепить, стоило мне вырубить одного из них и шансы бы уравнялись. Но ни один из моих ударов не пришел в цель. Том Кобли уже отскочил назад, Джулиан тем временем подозрительно и быстро отправился от первого моего удара и снова пошел на меня. Он размахнулся и врезал мне в подбородок, чуть не избив снов, меня аж развернуло. Шляпа слетела у меня с головы, волосы лезли в глаза, и я был весь растрепан. И, кто бы вы подумали, решил вступить в этот момент в драку, пнув меня сапогом? Червяк Сет Кобли. Да, еще подбадривая при этом криками своего папашу и Джулиана. Маленького выродку повезло, но он попал мне прямо под дых. Потеряв на равновесие, я оступился и растянулся на земле. Драку сразу с тремя противниками, падение – это худшее, что может быть с тобой приключиться. Упал тебе конец. Сквозь частокол их ног я снова увидел одинокого всадника, езжа по дороге. Теперь он был моим единственным шансом на спасение. А, возможно, единственным шансом выжить в этой передряге. Но то, что я увидел, заставило мое сердце в отчаянии замереть. На уши деехал вовсе не торговец или другой мужчина, который мог спешиться и рвануть мне на помощь. Нет, всадником на мою беду оказалась женщина. Правда, она ехала не в дамском седле и сидела на лошади по-мужски, но перед нами явно оказалась леди. На ней была шляпа и светловолосое летнее платье. Какая красавица, это было последнее, что я успел подумать, прежде чем сапоги гобли загородили мне обзор и сверху один за другим посыпались удары. К несчастью, спасти меня эта красотка не смогла. Эй, вдруг услышал я. Вы, трое, прекратите немедленно. Они повернулись, чтобы посмотреть на нее, все мои противники проворно сняли шляпы и поспешно выстрелились в ряд, чтобы загородить меня, я кашлял лежа в пыли. Что здесь происходит, требовательность спросила она. По голосу я понял, что женщина молода и хотя и не знатный, но явно из хорошей семьи. Им, пожалуй, даже из слишком хорошей, чтобы разъезжать по дорогам в одиночку. Просто хотели преподать урок хороших манер этому малому, проскрепил Том Кобли, запыхавшись. Да уж тяжелая на его долю выдалась работка. Запинать меня до полусмерти. Неужели вы только втроем можете с этим справиться? Парировала она. Теперь я наконец смог ее увидеть. Девушка показалась мне вдвое красивее, чем она на первый взгляд. Она сердито уставилась на Кобли, а те, в свою очередь, уже совсем присмотрелись, присмирели. И девушка спешилась. И главное, что вы сделали с этой юной леди. Поинтересовалась она, указав на все еще пьяную девчонку, которая так и сидела на земле, слабо соображая, что происходит. О, мэм, это просто наша юная подружка. Она немного перебрала. Девушка помрачнела. Она вовсе не ваша подружка, это наша служанка. А если я верну ее домой, не верну ее домой до того, как моя мать обнаружит, что она тайком улезнула, то станет вдобавок и бывшей служанкой. Она многозначительно обвела взглядом троих мужчин, стоявших перед ней. Я прекрасно знаю вашу мужскую натуру и, кажется, вполне понимаю, что здесь произошло. Лучше вам оставить этого молодого человека и убраться в усвоясь, пока мне не пришлось обратиться к властям. Кланяясь и шаркая ногами, кобли вскарабкались на свою телегу и вскоре их след простыл. Девушка подошла ко мне и, опустившись на колени, заговорила. Меня зовут Каролайн Скотт. Наша семья живет в Бристоле, на Хокинс Лейн. Я отвезу тебя туда, и мы сразу займемся твоими ранами. Простите, сударына, но нельзя мне в Бристоль... Ну, мне... Ну, нельзя мне в Бристоль, сказала. Я в ответ встав и попытавшись состроить ухмылку. Меня работа ждет. Она встала. Понимаю, скажите, я верно оценил обстановку? Я поднял свою шляпу и начал отряхивать ее от пыли. Теперь она была совсем расплющена. Да, все верно, сударыня. В таком случае, примите мою глубокую благодарность, кто же сделает Роза, когда придет в себя. Она, конечно, девица своевольная и не самая послушная прислуга, но я все равно не хочу, чтобы она пострадала из-за своего дерзкого нрава. Вот настоящий ангел. Решил я тогда для себя, когда я помогал девушке поудобнее расположиться в седле, она все время заботливо поддерживала Розу, которая так и не протрезвев мешком свисала с ней шеи, лошади. Мне в голову неожиданно пришла одна мысль. Скажите, сударыня, мог бы я увидеть вас еще раз и поблагодарить вас как следует, когда я успею привести себя в божеский вид? Она дарила меня взглядом, полным сожаления. Боюсь, мой отец не одобрит, сказала она, тряхнула по водяме и направилась домой. В тот день я встретил закат, сидя под соломенной крышей нашего домика и глядя вверх пастбищ куда-то вдаль. Обычно мне приходили в голову мысли о собственном неизбежном будущем и я размышлял, что лучше бежать от него или вовсе, или все же бороться. Но тем вечером я думал о Кэролайн, Кэролайн Скотт, с Хокинс Лейн. И если помните начальные ролики, то именно скорее, как я понимаю, с ней он и сидел. Даже не думай меня выдать. Я не оставил следов. Это все ты. Я понял, что это все я. Все всегда и я. Ладно, давайте в холл быстренько доедем и на этом уже потихоньку будем закругляться с серией, потому что тут опять получился длинный и опять многочитаемый. Многопочитаемая серия. Так, лучше в холле. Смотри-ка, у нас гости. Привет, я тут зашла за новой посылочкой. Эх, а говорила ко мне. Да, это как бонус, один из. Что там? Конференция в Чикаго, замечательно. Спасибо, будем на связи. Чао, Ребекка, пиши мне. Да ну тебя, Шон. Так, окей, кстати, заметил. Да, отлично. Заметка шесть. Возьмем, например, порох, что дал нам великую власть над огнем. Возьмем, например, дегеротип, что исказил нашу гадную настоящую жизнь. Возьмем лампочку, что дало нам свет, когда он был не нужен. Возьмем автомобиль, что разогнал нас до скорости, которая может лишь привести к доселе невиданной нелепой гибели. Молодец. Отлично. Извини, что наорал на тебя. Это все ради благой цели, честно. Не бойся. Верь мне. Работай пока. Я с тобой свяжусь. Окей, буду работать. Да, в форме спецназа. Проверяют документы. Да? Тут уже документы начали проверять. Давайте посмотрим, что здесь интересно творится. На камерах. Это было слишком легко, да? О, совпало. Здесь быстрее. Опять 3-3-7. Случайным облазом я угадал. Случайный доступ к изображению. Ну, что-нибудь интересное, полезное, не? А, то есть сразу переключают на нужную. Окей. Отлично. Это, кстати, вон там. То есть, возможно, нам потом понадобится это все сломать. Дело. Так. Камеры я здесь сломал. Задание наше основное находится там. Поэтому к нему и пойдем. Нам больше здесь ничего интересного не предвидится. Итак. Поднимаемся на лифте к себе в офис. Немедленно и спокойно идем. Идем в следующую часть записи. Ну, а вам, мои дорогие друзья, всем спасибо за просмотры. Следующая часть, возможно, я сейчас быстренько тоже пробегусь вначале по Амстерго и посмотрю, что там есть интересного. Ну, а на этой части всем спасибо. Всем пока. С вами был, как всегда, Дезертир и Ассасин Скрит. Всем удачи.